Кто это нарисовал? Я спрашиваю. Кто? Кто? Ты нарисовал? Зачем ты это нарисовал? Я больше так не буду. Это так. Стоп. Кто пустил девочку в кадр? Уберите ребенка. Кто это сделал? Кто это нарисовал? Зачем ты это сделал? Зачем? А, нет. Я не буду больше. Нет. Точно не будешь? Точно. Пять лет назад такой же, как ты говорил, что не будешь. Это до сих пор нарисовано. Возможно, из-за этой наскальной живописи, которую оставили древние наши современники, и которых история уже и не помнит. Это скала. Сама дальняя скала на тропе Мининских столбов, до которой пока еще проложен какой-никакой маршрут, называется галерея. А, возможно, эта скальная стена высотой в 25 метров называется галереей из-за своих видов, которые открываются с ее вершины, на которую можно подняться просто пешком по тропинке с северо-западной стороны, идя от избы парус, которая принадлежит туристическому клубу Ермак. Медведей здесь в округе много дерьмов, встречается свежее, но селфи с этой горы любят делать все, потому что селфи получается просто отменным. А еще лучше, если кто-то вас сфотографирует. Собственно говоря, версий о происхождении названия этой скалы много, выбирайте, какая вам больше понравится. Но что летом, что зимой, со скалы галереи открываются самые красивые виды на долину реки Лиственная, точнее на тот лог, по которому она бежит в сторону города Девногорске, и впадает в могучий Енисей. По моему мнению, это одна из самых красивых скал Мининских столбов. И дело не только в открывающейся панораме, но и в причудливом строении самой скалы. Не все, кто приходил со мной много лет назад на это место, возвращаются сюда снова. И честно надо признать, что туристическая жизнь, она не для всех, и особенно она тяжела людям с цифровым поражением мозга от его собственного смартфона. Но новые герои сменяют на постах старых и вдыхают этот таежный воздух. К слову говоря, о причудливости строения этой скалы. По ее хребту расположены не только естественные смотровые площадки, но и каменные выступы, которые формируют своеобразные балконы, на которые можно опереться, постоять и о чем-нибудь подумать. И в такие моменты понимаешь, что твоя жизнь становится настоящей именно сейчас. И может быть поэтому туристы и все, кто любит природу, выходя с рюкзаком за порог, говорят, я пошел домой. Мой ютуберский товарищ и соподписчик Игорь Якушин снял некоторые мининские столбы с квадрокоптера, в том числе и скалу-галереи, которую вы сейчас видите. Это видео взято с его канала и ссылку я оставлю на это видео в описании. Если вы любитель природы и красивых видов с высоты птичьего полета, заходите, смотрите. У него много интересных видео, подписывайтесь, ведь начинающие каналы с большим потенциалом должны развиваться. Ну а мы спускаемся с небес на гранитные камни и знакомимся со скалой дальше. С привычного ракурса для человеческого глаза. Вот прямо в этом месте скала напоминает мужика в кепке. Проще всего его увидеть зимой либо поздней осенью, когда пышная растительность спадает и не заслоняет обзор человеческому глазу. Хотя кто-то здесь видит мужика в кепке, а я вижу здесь Волан-де-Морта. Наверное, я обсмотрелся Гарри Поттера. На этой скале существует много площадок, с которых открываются красивые виды, но эти площадки труднодоступные, а я не буду рассказывать, как на них пробраться, чтобы у многодумающего о своих возможностях но неопытного скалолаза не возникло искушения туда пробраться, с возможностью покалечиться насмерть. Поэтому, если у вас еще остались силы для приключений, рекомендую спуститься вниз к подножию галереи. Я знаю тех, кому не лень сюда тащить мешок с веревками, обвязками, карабинами, жумарами и прочей снарягой, для того, чтобы потренироваться на этой 25-метровой стенке. Ну а я для таких подвигов сущность довольно-таки ленивая, поэтому иду смотреть в очередной раз современную наскальную живопись. Кто-то зачем-то это здесь нарисовал, но кто и зачем, мне лично непонятно. Если кто знает историю происхождения этих рисунков, напишите в комментариях, потому что мне лично очень интересно. Ну и история должна помнить своих героев, для того, чтобы передавать о них легенды из уст в уста подрастающему поколению. Прогуливаясь по скале, мы наткнулись на нечто особенное. Обычно во дворе мы видим всякие прекрасные пожелания на заборах, но этой скале повезло, поскольку ее тронула рука настоящего художника. Ни на одном людском языке не хватит слов для того, чтобы описать, что ты видишь, чувствуешь и чем дышишь, выходя в лес, на природу. И поэтому, сколько бы я не хотел вам всего рассказать, во всей полноте никогда не получается этого сделать. Поэтому, чтобы все увидеть, ходите в походы с любовью к тому месту, куда идете, потому что, если вы любите то, что Бог создал для человека, вы никогда не оставите там мусора и грязи. Ну а я постараюсь довести задуманный проект до конца и снять про каждую с колумбининских столбов, пусть короткий, но все же фильм. И поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь, если не подписались, кликайте на колокольчик и ждите следующее видео, в котором мы с вами обязательно встретимся. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok